Есть еще темы, я думаю, многие компании, по крайней мере, с большими циклами производства, металлургия, химия, у них есть понятие остановочных ремонтов. Соответственно, задача вот этого остановочного ремонта, это попытаться в какое-то технологическое или временное окно вписать максимальный объем ремонтов, обслуживания, модернизации именно в рамках остановки. Опять-таки, я могу вам задать вопрос, есть ли у вас человека, который один отвечает за координацию остановочного ремонта? То есть, именно человек, который ведет график остановочного ремонта. То есть, обычно это человек, тоже так называемый планировщик, который занимается именно ведением самого графика. Отставаний, нехватка ресурсов, это все стекается к этому специалисту. Как правило, таких людей нет, то есть, каждая служба отвечает за свой кусок проекта, и кто отвечает за план в целом, бывает проблемно именно понять. Ну, собственно, что такое план остановочного ремонта? Вы все знаете, это сетевой график с накиданными задачами, уложенными в некий график окно технологического простоя. То есть, если такие графики у вас печатаются и регулярно, ежедневно на совете по остановочному ремонту рассматриваются, вы, можно сказать, счастливые люди, вы владеете информацией. Если таких графиков нету, для вас это повод задумываться, кто же будет сводить подрядчиков со своими монтажниками и с технологами. То есть, что это за человек, который ведет график именно проект. Ну, в нашем понимании, это, опять-таки, планировщик, который отвечает за координацию ресурсов в рамках простоя на остановочный ремонт. Ну, там сейчас просказнут слайды, это просто примеры планов по остановочному ремонту. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok